Здравствуйте! Вы смотрите программу «Прокурор в теме» в студии Инна Румянцева. Жизненные обстоятельства часто меняются, диктуя новые условия взаимоотношений, в том числе финансовых, между близкими людьми. Когда и в отношении кого возникают алиментные обязательства? Всегда ли родитель освобождается от выплат при достижении ребенком совершеннолетия? Какая ответственность предусмотрена для злостных неплательщиков алиментов? Об этом пойдет речь в нашей программе и наш эксперт сегодня, заместитель прокурора Советского района Самары Кристина Тарасова. Здравствуйте, Кристина Павловна. Здравствуйте, Кристина. Расскажите нам, что такое алименты с точки зрения действующего российского законодательства? Алименты или по-другому алиментные обязательства представляют собой механизм финансовой поддержки между родственниками, который регулируется Семейным кодексом Российской Федерации. В соответствии с нормами семейного законодательства, алименты это денежные выплаты, направленные на содержание того или иного лица. Если мы будем говорить о наиболее популярном получателе алиментов, это дети, то здесь закон прямо определил, на что эти денежные средства могут быть потрачены. Это у нас содержание, обучение и воспитание ребенка. Но алименты могут быть положены не только детям. В зависимости от получателя, или можно сказать так, от категории даже получателей, закон условно выделяет пять видов, ну или под категории. Это первое, как я уже сказала, это несовершеннолетние дети. Второе, это совершеннолетние, но недееспособные дети. Затем это родители, которые являются нетрудоспособными и нуждаются в какой-либо помощи. Также это могут быть супруги, а также в некоторых случаях и бывшие супруги, и в том числе иные члены семьи. То есть вот пять видов алиментных обязательств. Давайте остановимся на каждом из них и, пожалуйста, попробуйте охарактеризовать вот эти виды алиментных обязательств с учетом тех вопросов, поступающих от граждан, которые обращаются в прокуратуру. Ну, начнем с алиментов несовершеннолетних детям. Это самый наиболее популярный вид алиментных обязательств, по поводу которых, в принципе, и в органы прокуратуры люди обращаются. В связи с этим в органах прокуратуры выделен и отдельный надзор, посвященный защите прав и интересов несовершеннолетних. Ну, какие вопросы возникают? Ну, во-первых, одной из характеристик алиментных обязательств для несовершеннолетних, это то, что данные алиментные обязательства уплачиваются родителями вне зависимости от факта нахождения их в брачных отношениях. То есть бывает такое, что, ну, в брачных отношениях отношения сложились по-разному, и необходимость изыскания алиментов возникла в браке. То есть с таким вопросом обращаются, возможно ли взыскать алиментные обязательства, находясь в браке. Да, возможно, семейный кодекс нам это позволяет. И, ну, самый классический, это после расторжения брака, когда уже личные отношения бывают испорчены между супругами, тоже закон такой позволяет – изыскать алименты на ребенка. Следующий вопрос, наиболее популярный. Приходит родитель, говорит, вот, второй родитель полностью уклоняется от исполнения родительских обязанностей, никаким образом не участвует в воспитании ребенка. Мы его, грубо говоря, никогда в жизни не видели после рождения. Хотелось бы, то есть имеются все основания для лишения или ограничения родительских прав. Но вот мы не, как бы, боимся с этим иском обратиться в суд, потому что содержать я ребенка там одна не смогу или не сможет, а другой родитель. Как нам быть? То есть здесь закон тоже прямо дает нам гарантии, что в случае ограничения или решения родительских прав, алиментные обязательства никаким образом с лица лишенного, ну или ограниченного родительских правах, эта обязанность не снимается. То есть здесь, ну, можно, грубо говоря, спокойно обращаться в суд, если лицо уклоняется, значит, лишать родительских прав, либо ограничивать. Вот это очень важная информация. Так, следующей особенностью это вот такое, то есть, например, взыскали алиментные обязательства уже в судебном порядке, есть исполнительное производство, ну, должник не платит. И вот приходят, спрашивают, ну, как же быть, вот скоро-скоро 18 лет уже исполнится, да, исполнится 18 лет, мы так и не получим тех денежных средств, которые были положены, да, на воспитание. Здесь тоже закон идет на защиту ребенка. То есть помимо текущих платежей, судебные приставы, они рассчитывают и за должность. Соответственно, если 18 лет исполняется, это не значит, что все долги аннулировались. После 18 лет взыскание за должность продолжается до момента полного его погашения. Вот. Ну и еще тоже популярный вопрос. Сейчас дети достаточно стремительно развиваются, и есть случаи, когда дети получают эмансипацию. То есть они до достижения вот этого 18 лет получают, ну, диспособность. То вот здесь вот как раз-таки есть особенность, что в случае, если ребенок все-таки эмансипирован, то тогда родитель снимает с себя ответственность по алиментным обязательствам. А это в чем проявляется? Вот на работу выходит ребенок до достижения совершеннолетия? Да, то есть у нас тоже есть, да, установленный перечень обстоятельств, да, когда ребенок может получить эмансипацию. У него есть, то есть, своя, грубо говоря, финансовая самостоятельность. И в таком случае, если ребенок признается эмансипирован, то он, ну, юридически он становится совершеннолетним. Понятно. И он теряет право на получение алиментов. Совершенно верно, да. Интересно. Спасибо. Предусмотрены алименты совершеннолетним нетрудоспособным детям. Какие это дети? Какие? Это тоже один из распространенных видов алиментных обязательств. То есть это в том случае, когда, ну, обычно это становится известно еще, когда ребенок несовершеннолетний. То есть это обычно признание его недееспособным. То есть это дети-инвалиды. Но обладает ли в данном случае каждый конкретный ребенок на взыскание алиментов при достижении 18 лет, в каждом конкретном случае выясняется судом. То есть все о наличии обстоятельств, его заболевания, то есть если даже инвалидность, то какая группа инвалидности и так далее. Это все выясняется в ходе судебных, ну, заседаний судом. В суд кто должен обращаться? Взыскатель? Взыскатель, то есть второй родитель, который осуществляет уход за этим ребенком. Алименты нетрудоспособным, нуждающимся в помощи родителям. Вот, ну, вроде бы тут все понятно. Однако, интересно услышать, что волнует людей, которые к вам обращаются вот по этой теме? Здесь, получается, у нас семейный кодекс просто такую формулировку используют как лица, которые нуждаются в помощи. Ну, то есть просто, да, что какой помощи мы... Какие лица? Какие лица, да. Но здесь нам на помощь идет уже судебная практика, постановление пленума Верховного суда, дает разъяснение. То есть, ну, складывается практика, это что, какая помощь? То есть это лица, которые в установленном законном порядке, признаны инвалидами 1-й, 2-й, 3-й группы, а также лица, достигшие пенсионного возраста. Это наиболее частые, ну, получатели. Вот, ну, чаще всего граждан что интересует? Вот, то есть родитель не участвовал в воспитании ребенка никаким образом, да, и, ну, и не платил, да, алиментные обязательства на протяжении, там, ну, до 17 лет, например. И другой родитель приходит и спрашивает, вот я боюсь, я вот еще вот его не ограничил, не лишил родительских правах. Сейчас 18 лет исполнится моему ребенку, и тот родитель обратится, скажет, что он не трудоспособный, я инвалид, всю жизнь не работал, давай-ка... Плати. Плати мне алименты. Нет, здесь я всегда успокаиваю заявителей в этом плане, потому что, то есть и семейный кодекс, и судебная практика, в любом случае суд устанавливает, каким образом родитель участвовал в жизни ребенка, платил ли он алиментные обязательства, содержал ли он его, то есть здесь все справедливо. Справедливо. Принцип справедливости здесь в чистом виде действует. То есть не участвовал в воспитании, в содержании, то не имеешь права... И не получишь ничего. Да. Алименты супругам или даже бывшим супругам, такое тоже возможно, когда, при каких обстоятельствах. Да, ну здесь не, то есть не всегда, да, при разводе или в браке такие алименты существуют тоже. Есть конкретный перечень ситуаций, тоже семейный кодекс определяет. Значит, ну, пример просто приведу. В браке, то есть если один из супругов фактически осуществляет уход, например, за ребенком до трехлетнего возраста, а другой никаким образом финансово не содержит, то в таком случае, да, супруг или супруга может обратиться с соответствующим заявлением, ну, о взыскании алиментов на ребенка. Либо еще вот это популярно, когда воспитывает ребенка до инвалида, то здесь возраст увеличен, до 18-летнего возраста. При расторжении брака, там тоже перечень случаев, ну, самый популярный это, когда бывшая жена в период беременности обращается за алиментами, но беременность наступила, конечно, в период брака. Да, то есть вот они и развелись, когда уже была беременность. Все верно, да. То есть вообще по закону у нас такое расторжение брака невозможно без согласия, но если все-таки супруга была согласна, то она имеет право на алименты в свою пользу. Предусмотрены законом также алименты и другим членам семьи. Вот это непонятная для меня вообще формулировка, поясните, пожалуйста. Ну, к ним относятся, какие члены семей? Это несовершеннолетние братья, сестры, внуки, пасынки, падчерицы, а также воспитатели. То есть получается, что если... Ну, тут действует принцип очередности, если так можно назвать. То есть если, грубо говоря, родителей нет, но есть, например, совершеннолетние братья и сестры, и воспитанием несовершеннолетних братьев и сестры занимаются, соответственно, совершеннолетние братья и сестры, в таком случае вот это вот право взыскания переходит иным родственникам. Вот здесь просто принцип очередности действует. Этому посвящена отдельная глава семейного кодекса, но это наиболее редкие виды алиментных обязательств. Давайте теперь вот о чем поговорим. Как определяется размер алиментов? Вот насколько я информирована, раньше все как-то было очень понятно, потому что 25% от заработка на содержание одного ребенка предполагалось потратить, 33% на двух и более детей. Что теперь? Ну, вообще, на самом деле, в этом плане ничего не поменялось. То есть эти все пресловутые 1,3, 1,4 или 50% всего дохода, они продолжают действовать и по сегодняшний день. А 50% всего дохода когда? Это когда 3 и более детей. А, 3 и более. Да, то есть у нас 25%, повторимся, это когда один ребенок, 33% или 1,3 это два ребенка, а 3 и более уже 50% всего дохода. Вот. Ну, здесь как определить размер? Ну, я условно выделяю два способа. То есть когда бывшие супруги, ну, или еще в браке находящиеся, все-таки добровольно пришли к тому, что да, они осознают свою ответственность по выплате алиментов, они добровольно идут к нотариусу, определяют размер алиментов. Я только здесь оговорюсь сразу, что нотариус никогда не утвердит такое соглашение, которое будет ущемлять права несовершеннолетних. То есть он не может утвердить размер меньше, вот который мы сейчас с вами обговорили, который установлен семейным кодексом. То есть нотариус является таким гарантом все равно защиты прав несовершеннолетних. Размер меньше этой суммы не может быть, но больше – пожалуйста. То есть поэтому лица договорились, пришли, определили вот эту сумму, обязательно нотариально удостоверили. Но если все-таки согласия не получилось достигнуть, то в таком случае лицо, осуществляющее воспитание ребенка, содержание, один из родителей вправе обратиться в суд с соответствующим заявлением о взыскании алиментов. Еще про размеры хотела бы сказать. Да, вот он есть, вот это 1,3, 1,4 и 50%, но все же у нас закон указывает на то, что в исключительно в случаях с учетом материального, семейного положения, как платильщика алиментов, так и лица, который взыскивает алименты, этот размер может быть и увеличен, и уменьшен судом. Да, то есть ну каким обстоятельствам, просто пример приведу. Ну, например, во-первых, учитываются все виды доходов. Это не только заработная плата, но это могут быть доходы от предпринимательской деятельности дополнительные, от сдачи имущества какого-то в аренду, например, и вообще, в принципе, наличие имущества. Вот, и учитывается у взыскателей алиментов тоже, например, работоспособность там, да, ну как, то есть это все учитывается судом. Ну, нижняя какая-то планка существует? Нижняя планка алиментов. То есть минимальная сумма, вот меньше нельзя? Ну, меньше нельзя, это как раз 1,3, 1,5, это и есть минимум. То есть заработка? Да, да. Не фиксированные суммы. Я имею в виду, меньше 4 тысяч, это нельзя. Или могут быть такие маленькие алименты? Нет. 3 тысячи, 4 тысячи. Нет, это уже вы сейчас говорите о тех случаях, когда алименты определяются твердой денежной суммой. То есть у нас размер может быть определен либо в долях относительно всего дохода должника, либо он у нас уже утверждается в твердой денежной сумме. Такое тоже возможно. Да, такое тоже возможно. Вот если у платильщика нет постоянного заработка, как суд решает такой вопрос? Ну, если у платильщика нет постоянного систематического заработка, то как раз таки в таком случае практика так складывается, что суд утверждает платить алименты в твердой денежной сумме. Твердая денежная сумма обычно определяется, исходя с прожиточного минимума, установленного на несовершеннолетних детей в том или ином регионе. Ну, бывает у нас регион, где она не устанавливается, тогда берется сумма общероссийская. Но в нашем регионе она установлена на 2024 год, она составляет 14 090 рублей. То есть, вот, например, обратились сегодня, грубо говоря, скажем, в суд. Суд ниже этой суммы, вот как вы спросили, как раз таки, он не присудит взыскивать алименты. А вот предположим, что, ну, пусть вот в 10 тысяч рублей установили твердую денежную сумму для выплат алиментов. Ребенку 5 лет, когда еще наступит 18? Ну, мы же с вами понимаем, что все течет, все меняется, да? Вот предусмотрена ли индексация суммы с учетом инфляции? Ну, то есть, у нас при вынесении решения предполагается, да, что эта сумма обеспечит нужды ребенка в настоящий момент. Но закон предусматривает механизмы актуализации этой суммы, исходя из экономической ситуации в нашем регионе. Так, в случае определения алиментов в твердой денежной сумме, то есть, в последующем сумма в обязательном порядке подлежит индексации. Индексацию производит либо организация, в которой находится на принудительном исполнении судебное решение, либо и в случае принудительного исполнения у судебных приставов исполнителей. А вот если сумма не индексируется, вообще, как часто, кстати, она должна индексироваться вообще? И если не индексируется, когда и кто должен на это обратить внимание? То есть, в соответствии с действующим законодательством, при повышении прожиточного минимума производится перерасчет алиментов. То есть, у нас прожиточный минимум утверждается постановлением правительства Самарской области, ну, обычно на текущий год, на предстоящий год. Вот, утвердили на 2024 год, соответственно, при расчете алиментов уже в течение года на каждый месяц необходимо ориентироваться на прожиточный минимум этого года. Вот, то есть, как часто, получается, в связи с принятием... Это уже должен быть побольше. Конечно, да. Да, и вот если это не наступает, то уже можно. Да, если это не наступает, мы здесь будем исходить из того, кто у нас исполняет наше решение суда, да? То есть, если это судебный пристав, то мы видим, что платеж, ну, если не увеличился, мы обращаемся тогда к старшему судебному приставу. То есть, это начальник районного отделения судебных приставов с соответствующим заявлением, что по нашему исполнительному производству не проведена индексация. Прошу принять меры. Если уже старший судебный пристав не помогает в этом вопросе, игнорируется, можно обратиться к вышестоящему судебному приставу. Это старший судебный пристав в Самарской области. Но если там уже нам не помогли, то мы всегда рады видеть в органах прокуратуры. Вот, предположим, такая ситуация. Ребенок здоров. Ему исполнилось уже 18 лет, но он не работает, а является студентом вуза или СУЗа. Вот в этих обстоятельствах родитель, который выплачивал алименты, он от выплат освобождается или обязан все еще выплачивать алименты? Ну, это как раз-таки один из небольших примеров, да, когда алиментные обязательства продолжают существовать после достижения 18 лет. Хотя у нас есть случаи, когда ребенок до 18 лет поступает в высшее учебное заведение. В таком случае, по общему правилу, который идет расчет, это эти денежные средства на оплату обучения, они не входят в алименты. То есть в таком случае родитель, который оплачивает, да, первоначально, он, ему необходимо обратиться, ну, если добровольно, опять-таки, не договорились об этом вопросе, да, то тогда необходимо обратиться в суд с соответствующим заявлением. Понятно. Вот взыскатели алиментов часто жалуются на то, что должник якобы получает достаточно большой доход, а алименты приходят маленькие. Вот в данном вопросе прокуратура может помочь? Да, конечно, прокуратура может помочь. Но, конечно же, контроль за правильностью и своевременностью, ну, то есть взыскание именно алиментных обязательств, то есть контроль за размером, да, и правильностью их исчисления осуществляют у нас судебные приставы. То есть в случае даже если у нас пристав в ходе исполнения, значит, в ходе исполнительного производства выявляет место работы должника и направляет постановление туда, то есть у нас, получается, организация осуществляет расчет и взыскивает алименты и напрямую должнику перечисляет. В таком случае у нас судебные приставы не просто направили и забыли, они осуществляют контроль. То есть изо всей документации организации они должны смотреть, сколько взыскано, в соответствии даже с тем же прожиточным минимумом это произведено, в каких долях и сколько перечислено. То есть, ну, если уже судебные приставы у нас бездействуют в данном плане, то тогда необходимо обращаться в органы прокуратуры по месту нахождения отдела судебных приставов. Ну, либо можно по месту нахождения именно должника организации. Вот вы уже сказали, что удержание суммы происходит с любых видов дохода. Там премии, да, и возвращенный налоговый вычет тут идет в расчет. А существуют ли выплаты, с которых нельзя удерживать алименты? Угу. То есть у нас и закон, есть у нас и перечень доходов, которые подлежат засканию, есть перечень, которых взыскивать нельзя, то есть не идет в расчет дохода. А где такой перечень? Значит, то, что можно взыскивать, у нас содержится в федеральном законе об исполнительном производстве. А то, что не подлежит засканию, также там содержится, но у нас еще есть специализированное к этому постановление правительство, которое как бы существует для того, чтобы туда изменения более проще вносились, да, потому что у нас виды доходов достаточно разнообразны. Ну, они актуризируются, да, у нас появляются иные виды доходов. Если раньше, да, вот была там предпринимательская деятельность и все, то сейчас у нас это могут быть и дивиденды, и в том числе и гонорары там от средств массовой информации получаться, могут и там в сфере информационных технологий какие-то выплаты. Это все, все это включается в общий доход должника, то есть вот эту долевую как раз-таки взыскание. В какие они могут быть, там перечень, он как бы закрытый. То есть если мы про виды доходов, которые подлежат взысканию, он открыт, то есть у нас ситуация меняется, они появляются то, с чего нельзя взыскивать, он закрыт, ну, стоит точка, иных как бы доходов нет. Ну, приведу примеры. Это, например, у работодателя это суточные, сверхнормативные какие-то выплаты, это могут быть командировочные, надбавки различные за вахтовые методы оплаты, компенсации за использование личного имущества. И вот виды, некоторые виды материальной помощи. Это, например, когда у нас материальная помощь оказана в связи с разными семейными обстоятельствами. Это рождение детей, заключение брака или, наоборот, смерть близкого человека. Вот эти вот доходы, они, конечно, в счет не берутся. Они носят более личностный характер, с них не взыскиваются алиментные обязательства. А всех остальных в обязательном порядке весь доход подлежит взысканию. Ну, то есть, та доля. Вот размер алиментов определен, но на ребенка ведь могут требоваться и какие-то другие расходы дополнительные, разумеется, при каких-то определенных обстоятельствах. Вот как быть в таком случае? Как разобраться? Вот эти обстоятельства, они в какой-то перечень, возможно, внесены? Ну, ответ на данный вопрос нам дает статья 86 Семейного кодекса, которая долгое время существовала, но в 2020 году туда были внесены изменения. И в настоящее время действительно у нас уже существует достаточно устоявшаяся судебная практика по взысканию дополнительных расходов помимо алиментов. То есть, есть алиментные платежи, а это дополнительные расходы. Ну, что к ним, грубо говоря, можно отнести? Ну, здесь нужно оговориться, что вот такие дополнительные расходы взыскиваются только в том случае, если отсутствует у нас добровольное соглашение. То есть, когда вот мы говорили о добровольном соглашении у нотариуса, да, то когда к нотариусу обращаются, эти вопросы изначально должны оговориться. Вот если они не были оговорены и, например, значит, алименты взыскиваются в судебном порядке, то тогда мы с дополнительными расходами можем уже как бы в дополнение обратиться. Значит, здесь, ну, можно отнести, то есть, дополнительные расходы возможно взыскать, но при наличии определенных обстоятельств. Какие-то обстоятельства у нас определяет семейный кодекс, но перечень открыт. То есть, к каким обстоятельствам относится? Это тяжелая болезнь, увечья какой-то несовершеннолетних детей, которые послужили... То есть, это обстоятельство послужило для дополнительных расходов на ребенка. Да, это может быть оборудование, да, это могут быть лекарства жизненные необходимые. Да, какое-то приобретение по поводу... Условия бытовые. Да, все совершенно верно. Но все равно закон, у нас право исключительности таких, оценки исключительности таких обстоятельств отдает у нас суду. То есть, если в перечне, например, нет обстоятельств, а они возникли, и вот взыскатель считает, что это именно те обстоятельства, при которых можно взыскать какую-то дополнительную сумму, надо обратиться в суд. Да, надо обратиться в суд, и суд, соответственно, даст этому оценку. А вот такой пример. После расторжения брака родитель, проживающий с детьми, приобретает с использованием материнского капитала квартиру с привлечением кредитных средств. Вот в такой ситуации можно взыскать какую-то часть кредитных платежей со второго родителя? Ну, по данному вопросу судебная практика складывается таким образом, что в случае обращения с данными требованиями суды отказывают. Это исходит из того, что у нас средства материнского капитала, изначально законодателям в случае их реализации на приобретение жилья, они направлены на то, что мы обеспечиваем право собственности детям. И получается, если второй родитель все-таки приобрел после расторжения брака такое имущество, то он выделил там соответствующие доли детям. И эти доли были оплачены за счет средств материнского капитала. И в случае наличия кредита получается, что второй родитель оплачивает те доли, которые будут принадлежать ему. В связи с этим суды отказывают. То есть в таком случае в оплате кредитных обязательств вторым родителям. Ну, логично. Звучит логично. Давайте поговорим об ответственности. Вот что ожидает злостных неплательщиков алиментов? Так их все привыкли называть. Ну, у нас законодатель определил весь спектр существующих видов ответственности. То есть это целый механизм, который побуждает лиц все-таки исполнить предусмотренную законом обязанность. У нас начинается она от имущественной, дополнительной имущественной ответственности. Затем параллельно существует административная ответственность. И уже для особо злостных именно, да, плательщиков алиментов доходит вплоть до уголовной. Вы знаете, у нас несколько минут, буквально две минутки осталось до конца программы. Вот коротко каждую опишите. Ну, дополнительная имущественная ответственность, она выражена в возможности взыскания неустойки по алиментам, так называемой просрочке. Она у нас в соответствии с законом составляет одну десятую часть за каждый день просрочки. То есть штраф такой своего рода. Да, имущественный штраф, да. Но бывает, когда у нас лица им, они так должны, да, но и тут получается еще дополнительное. Лучше долги верните. Да, лучше долги верните, да. В таком случае, если у нас два и более месяца лицо не уплачивает алиментные обязательства, существует у нас административная ответственность для плательщиков алиментов. Там административный, вот здесь интересный механизм, что не обязательно за административную ответственность назначать административный штраф. То есть опять, да, рубль рублем получается. Здесь можно назначить, суд назначает обязательные работы, то есть лицо трудится, да, или административный арест. В случае, если лицо повторно совершает данное административное правонарушение в течение года, то в таком случае лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. Вот эти все меры воздействия, они действительно воздействуют на неплательщиков? Что ваш опыт показывает? Действительно воздействует, особенно уголовная ответственность, потому что Уголовный кодекс предусматривает возможность, что в случае, если должник выплатит алименты в полном объеме, то он освобождается от уголовной ответственности. То есть до последнего момента, до суда он может это все погасить, и тогда его к уголовной ответственности привлекать никто не будет. Все-таки кто к вам чаще всего обращаются? Взыскатели или должники? У нас обращаются и взыскатели, и должники. У нас даже есть случаи, когда иные лица, которые никаким образом не относятся к исполнению данного документа, могут обратиться. Но все же чаще всего у нас обращаются взыскатели. То есть они обращаются в защиту несовершеннолетних. Это наиболее частая категория. Должники обращаются редко. Ну или если даже они обращаются, то обычно доводы их обращения не находятся в подтверждении. Вот так вот. Так что справедливость торжествует. Если не торжествует, обращайтесь в прокуратуру, где вам всегда помогут. Наше эфирное время подошло к концу. Кристина Павловна, благодарю вас за разъяснение. Напомню, сегодня гостем в студии была заместитель прокурора Советского района Самары Кристина Тарасова. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова